Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В своей работе «Судьба моей семьи в истории моей страны» я рассказываю о своей прабабушке Михайловской Марии Иосифовне, которая прошла всю войну сержантом медицинской службы в 55-м отдельном медико-санитарном батальоне. Она вынесла с поля боя многих раненых солдат, оказывая им первую медицинскую помощь, имеет ордена и медали. А я в своей работе в «Ворстучий жир» вспомогательное лекарственное средство из народной медицины говорил об актуальности использования дорог природы для лечения заболеваний. Целью создания нашего проекта явилось изучение применения природных лекарственных средств в годы Великой Отечественной войны на смешанной территории Беларуси и России. Тема Великой Отечественной войны никогда не перестанет волновать людей, в какой бы бывшей союзной республике ни жил человек. До сих пор мы мало знаем о людях, сражавшихся с фашистами. Мало знаем о тех, кто приближал победу, работая в медсанбатах, полевых госпиталях. О тех людях, которые прятали раненых бойцов на оккупированной территории и помогали вставать им на ноги. Проблема состоит в том, что мы недостаточно имеем информации о том, что все-таки помогало людям выжить в те трудные годы и не допустить массовой смертности, залечивать раны и вставать на ноги, чтобы снова сражаться с врагом. И это не только о силе человеческого духа, это о простых природных лекарях, которые были в тени людского периода тех времен. Актуальность и значимость этой работы очевидна. Она позволит открыть новую страницу в изучении тех страшных событий, кому-то, может, в будущем спасет жизнь. Никто не застрахован от экстремальных ситуаций, которые возникают и в мирное время. А знание простых природных лекарей – это дань памяти и уважения к опыту предков на копыльных веками. В процессе работы над проектом мы выдвинули следующую гипотезу. Предположим, что природные лекари широко использовались в военной медицине. И среди местного населения. Для достижения цели проекта нам предстоит решить следующие задачи. Проанализировать информацию о проблемах сохранения здоровья людей и оказания медицинской помощи в тех страшных лет. Собрать информацию об использовании природных лекарей у очевидцев тех событий и прочих источников. Заставить список перечень природных лекарей, которые применялись в годы войны. Определить основные направления их применения, а также выяснить, каким образом это делалось. Логичным завершением работы над проектом будет информационный сборник для населения. В данном проекте мы систематизировали методы двух работ и выбрали те, которые наиболее полно отражают сущность данного проекта. Теоретический анализ, опрос, сравнение и сопоставление. Теоретический анализ позволит осмыслить результаты исследования на основе изучения информации источников, обобщить собранный материал. Опрос в виде бесед с очевидцами и их потомками позволит собрать материал, как говорится, из первых уст. С 2 по 7 ноября мы собираемся встретиться в Торопце и представить проектные части, сравнив и сопоставив данные, которые мы получили в результате исследований. Дело в том, что мы исследуем особенности использования природных лекарей на смешанной территории Беларуси и России. Окупация... Окройте, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте. Меня зовут клиника Валёна. Я приехала из Республики Хакасия города Абакана. Секция загрязнения сред обитания. Здравствуйте. Меня зовут Матвеева Анна. Я из города Матищи Московской области. Секция искусства и литература. Тема нашего проекта... Жизнь без человека... Прекрасная, зелёная. Жизнь в земле возможна до тех пор, пока сошли будет атмосфера. Каждому жителю нашей планеты небезразличны, каким воздухом он дышит. Эта проблема поднимается прямо или косвенно во многих произведениях великих писателей. Объект. Состояние трёх атмосфер. Искусственной, естественной и современной. Предмет. Зелёный мир растений в произведении замятина «Мы». Цель. Сравнить искусственную атмосферу в произведении замятина «Мы» с зелёным миром на стену и современностью. Задача. Проанализировать произведение замятина «Мы» на предмет описания состояния атмосферы в едином государстве и атмосферы за куполом. Второе. Поиск и анализ информации о влиянии зелёных растений на организм человека и окружающую среду. Третье. Проведение экспериментов по состоянию хвои деревьев на примере сосны обыкновенных. Четвёртое. Анализ полученных практических и теоретических данных по теме исследования. Атмосфера. Воздушная облачка Земли, имеющая слоистое строение. Она оказывает интенсивное влияние не только на живые организмы, но и на окружающую среду. Зелёные растения дают кислород для жизнедеятельности всех живых организмов на Земле. А человек своей деятельностью загрязняет атмосферу. Искусственная атмосфера, созданная под куполом, даёт возможность дышать воздухом, который возможен по многим параметрам даже чище нашего, настоящего, но созданного химическим путём. Все производства единого государства практически ничего не выбрасывают в атмосферу. Даже камень у мышников — это по сути растворение. После остаётся лишь горско-пепло и лужица воды, ничего лишнего. Здесь можно провести линию от общей несвободы к общему искусственному воздуху. Всё вращается по кругу. Люди, как мыши в колесе, нагруженные работой и обязательствами. Искусственное общество — искусственный воздух. Но вот что происходит, когда главный герой романа «Д-503» выходит за пределы купола. Он ощущает всё гуйство природы, всем своим телом. Замятин пишет. Немые зелёные фонтаны. И всё это карачивается, шевелится, шуршит. Из-под ног шарахается какой-то шершавый клубочек. А я прикован. Я не могу ни шагу. Потому что под ногами не плоскость. Понимаете? Не плоскость. А что-то отвратительное, мягкое, податливое, живое, зелёное и упругое. Я был оглушён всем этим. Я захлебнулся. Это может быть самое подходящее слово. Я стоял обеими руками, вцепившись в какой-то качающийся сумму. Природа без человека. Прекрасная, зелёная, чистая и свежая. Растения наседали нашу планету ещё задолго до появления автономного округа. Меня зовут Жанет. Я тоже из Нового Рюгоя. Меня зовут Слава. И я тоже из Гимал-Анинского автономного округа. Итак, вернёмся к проекту. Тема нашего проекта посвящена интеграции результатов ботанических и экологических исследований. Экологических исследований. Секунду. Нормально, нормально. Хорошо. Интеграция результатов ботанических и палеоэкологических исследований в создании доступной среды для разных групп населения в различных природных зонах России. А если кратко, мы хотим показать, что природа может быть доступна для всех. Идеи наосферного мышления, о которых писал и говорил Владимир Иванович Вернаскин, к сожалению, пока ещё не находят должного понимания в обществе. Во многом это связано с тем, что человек всё больше и больше становится независим от природы. Это можно проследить даже во время школьных исследовательских работ, где естественное и гуманитарное направление развивается в значительной степени параллельно друг к другу. Хотя зачастую оперируют общими понятиями. Одно из таких среда. У трёх участников нашей работы нашли с точки зрения представления. В нашей работе представлены три секции. Ботаника, социология, правоэкономика и науки о земле. У двух из них широко применяется понятие природная среда. При этом подчеркивает её огромную значимость для поддержания благоприятных условий жизни. В секции психология включила понятие «ноступная среда», которая также важна для создания благоприятных условий жизни. Таким образом, здесь выделяется две проблемы. Первая проблема — понятие «природная среда» не включено в определение «ноступная среда». А также вторая проблема — результаты исследований природной среды часто не имеют практического выхода в социальной сфере, а базовые естественно-научные понятия не в полной мере воспринимаются представителями гуманитарного направления. Мобильные группы населения по своему определению являются ограниченными в возможностях путешествовать, тем более посещать труднодоступные районы с целью изучения природы. Таким образом, цель нашей работы такова — разработать проект экологических трог в окрестностях гуманитированных территорий, которые создают доступную среду для познания видового и экосистемного разнообразия на примере Кальниеграда и Долгого и Дорога. Разработка карты доступности трех гуманитированных территорий с включением их экологических трог как элементов природной среды. Задача нашей работы — это анализ картографической информации, а также отбор более важной полученной в ходе индивидуальных проектов, которая может быть показана на тропе. Вопрос населения. Вопрос населения. Мы хотим выяснить уровень осведомленности населения о ценных природных объектах, которые находятся в окрестностях урбанизированных территорий. Оценка доступности природных объектов по техническим ресурсам для администрации к природным объектам. Привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к экрану природной деятельности и исследовательской деятельности в области экологии и биологии. Также привлечение добровольческих объединений для развития доступной среды в природе. Методический подход нашей работы. Вопрос разных групп населения. Маршрутный метод исследования предполагаемых территорий. Комплекс методов изучения биоразнообразия, а также комплекс полиэкологических методов. Вопросы для анкетирования. Что есть природная среда, что входит в природную среду? Необходимость в природной среде. Нужна ли природная среда и должна ли быть она свободной? И четвертый вопрос. Что есть природная среда для населения? Пятый вопрос. Дременно, Дарья. Город Лугоград. Секция химия. Меня зовут Борисова Карина. Город Норильск. Секция лингвистика. И язык в современном мире. В настоящее время происходит активное развитие производства, что приводит к появлению ряда экологических проблем. Также происходит стремительное развитие интернета, что привело к развитию жанров интернет-лингвистики. В связи с этим представляется актуальное изучение взаимосвязи данных предметов в цели формирования эколого-экономического учреждения для решения экологических проблем. Мировой и отечественный опыт доказывает невозможность обеспечения устойчивого социального экономического положения и развития общества за счет разрушения природной среды и истощения природных ресурсов. Так же, как и невозможность сохранения качества окружающей среды и сильной экономики. В настоящее время происходит постепенное закрытие Норильского завода в связи с чрезмерным количеством вредных выбросов в окружающую среду. Мы углубились данную проблему и пришли к следующему выводу, что все это происходит из-за экологической неграмотности, меркантильности, а также недостаточным осмыслением своих действий по отношению к пагубному влиянию на природу. Интересы сиюминутной прибыли побуждали руководство компании игнорировать экономические последствия, обнаруженные только в далекой перспективе. Исправление сложившейся ситуации возможно путем внедрения новых экологически чистых технологий. Однако, несмотря на существующее множество решений данной проблемы, предприятия не спешат реконструировать производство. Это связано с дороговизной данного процесса, а в отдельных случаях невозможно реконструировать. Решение данной проблемы представляется путем формирования в обществе эколого-экономического мышления с помощью следствия массовой информации на примере Гамкана и Рискинеги, что приведет к естественному совмещению существующих технологий на экологически эффективность. Под эколого-экономическим мышлением понимается образ мысли и поведения, направленный на качество, экологичность и эффективность со всех сферах деятельности. Человек. Под экологическим мышлением понимается образ мысли и поведения, направленный на качество, экологичность и эффективность со всех сферах жизнедеятельности человека, будь то проектирование новых технологий, техники, организация научно-исследовательских работ и разработка стратегий и так далее. Цель нашего исследования – влияние эколого-экономического мышления на решение экологических проблем. Цель требовала решения двух основных задач. Сформировать в обществе эколого-экономическое мышление с помощью средств массовой информации на примере Гамкана и Рискинеги. Внедрить на Гамкана и Рискинеги экологичные технологии и способах очистки промышленных источных портов. После внедрения нашего проекта мы ожидаем следующие результаты. Естественное внедрение экологически эффективных технологий, привитие экологической культуры общества через средств массовой информации, а именно с помощью... Может, обликаться, аудитория? Скажите, так звук. Вы знаете фамилию? Аллахтаева. Итак, живая ли у нас аудитория? Древнегречский философ Аристотель говорил, что человек – это существо политическое. Согласны ли вы с этим? Не согласны? Давайте потом мы хотим послушать ваши ответы и узнать ваше мнение. Цель нашей работы заключается в выявлении способа манипуляции СМИ общественным мнением. Содержание работы. Данный проект находится на пересечении двух работ, таких как влияние средств массовой информации на общественное мнение, суть общественных отношений в годы Первой мировой войны в Российской империи на премьере Градской губернии и образ России в сознании носителя английского языка. Наши исследования были посвящены общественному мнению, которое преподносит государство своим гражданам с целью укрепления патриотического мышления и государственного настроя различными способами. В одной работе изучались факты, преподносимые через периодические печатные издания времен Первой мировой войны, а в другой излагаются реальные измышления носителя английского языка, которые являются рецепентами потенциально формируемого общественного мнения. Кроме того, результаты проведенных исследований позволяют прийти к выводу, что общественное мнение является сильным мотивационным руководством к действиям людей, которое должно соответствовать реальному положению вещей для своей реализации. Упомянутые исследования позволили создать междисциплинарный проект, а способы, при помощи которого государство манипулирует сознанием своих граждан. Итак, этапы работы. Первый этап — подборка материала, то есть определение круга изучающих смит. Следующий этап — анализ источников. Анализ источников. Изучение материалов исследования с целью выявления способов навязывания официальной точки зрения. Дальше мы предполагаем провести анкетирование. И задайте нашим экспонентам следующие вопросы. Какими источниками вы используете, чтобы узнать о событиях на мировой арене? Как вы думаете, соответствуют ли освещаемые события объективной реальности? Относитесь ли вы критически к получаемой информации? Затем предполагается описать и представить результаты, а также провести самоанализ пределанной работы. Итак, актуальность данного проекта, безусловно. Насколько вы знаете, нас постоянно окружают средства массовой информации. Мы вокруг видим нас — это Аксион, общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения, которая включает в себя, насколько вы знаете, камеры, табло информационное, индикаторы, которые стоят, и систему сигнализации МЧС и полиции. Это все виновен комплекс, который в совокупности с телевидением, в совокупности с острыми рекламами, с радио. Поберет определенную точку зрения, которая необходима. Об этом необходимо знать, так как буквально 75% информации идет визуальная. Примерно 15% из этого — это аудиовальная информация, которую вы воспринимаете на слух. И тактильная информация практически не учет себе конкретного значения для людей. Ее сложно очень доносить в данном контексте. Для того, чтобы разработать данный проект, нам не пкнет интерпретационный метод, чтобы разработать описание наших действий, метод анкетирования, чтобы узнать мнение наших респондентов, метод статистики, чтобы провести анализ всех данных, которые мы получим, и на самом последний — это анализ всех СМИ, которые нам потребуются для работы. Ожидаемые выводы, которым их не получить от данного проекта, это возможность укрепления сознания населения. Для того, чтобы они не были подвержены этому общественно навязанному мнению. Подросткам по изучению и реставрации археологических и исторических памятников как фактор формирования здоровья, сберегающего поведения. В настоящее время отмечается значительный рост распространенности факторов риска среди подростков. Доказано, что в основе нездорового образа жизни лежит единая группа факторов риска. По мнению психологов, устранять факторы риска помогает переключение на какую-либо деятельность, включение полезным занятием, нахождение хобби. В ходе нашей совместной работы мы предположили, что участие школьников в социально значимых работах, например, в реставрации и мусификации различных археологических памятников, может оказывать положительное влияние на формирование здорового образа жизни учеников. По нашему мнению, подросток, имеющий не просто увлечение, а увлечение, имеющее большую социальную значимость, менее подтвержден нездоровому поведению. Таким образом, сравнение двух подростков в городе Павлодар и в городе Кирове может ответить на вопрос, влияют ли в нешкольном лечении, а именно археологические раскопки, на формирование здоровья, сберегающего образа жизни. Цель нашей работы является исследовать возможности социального проекта по изучению и реставрации археологических памятников в формировании установок на здоровый образ жизни у учащихся. Задачами является провести анкетирование с группой учеников, состоящих в археологическом кружке и занимающихся полезной деятельностью города Павлодар и города Кирова по анкете, используемой ранее в лице и естественных новых городах Кирова. Также сравнить результаты анкетирования трех референтных групп города Павлодар и города Кирова с ранее исследованной группой учеников в лицея естественных новых города Кирова. Актуальность данной работы очевидна, потому что рост травматизма и аварий на дорогах является серьезной проблемой, которую необходимо решать. По опубликованным данным ГИБДД в 2015 году в России при дорожно-транспортных происшествиях погибло 23114 человек, из которых 737 являлись восьми и было ранено 232197 человек, из них 203128 детей. В республике Беларусь в 2015 году в ДТП погибло 658 человек, 12 из которых дети, а число раненых составило 4389 человек, из них 382 ребенка, то есть задача снижения травматизма и смертности на дорогах видится достаточно актуальна в настоящий момент. Владея опытом естественных наук, изучим все, что есть во лунном мире, тогда лишь станет ясным все вокруг и понимание человеческое шире. Наша задача — собрать и систематизировать информацию из различных источников по изучаемой теме, изучить фазу Луны и влияние их на человека, изучить статистику ДТП, проанализировать собранную информацию, дать предварительные рекомендации водителям и спроектировать дальнейшие исследования и проблемы. Наша гипотеза — изучив Луну и ее явление на человека, можно снизить количество ДТП. В результате выполнения работы Луна кусочек Земли полевого облака или пленницы исследования Луны, мы изучили основные характеристики Луны, провели наблюдение за Луной в телескоп, сделали несколько снимков ее поверхности и сравнили их с обзорами фотокарты Луны и сети интернет, измерили угловой диаметр Луны. Мы изучили в своей работе зависимость тормозного пути и времени торможения автомобиля, скоростью движения, массой дорожного покрытия. Мы изучили основные этапы процесса торможения транспортного средства, определили факторы, влияющие на длину тормозного пути без учета водительской реакции. Провели экспериментальные подтверждения установленных зависимостей, исследовали информированные сверстников данной проблемы, подготовили и провели обучающие выступления. Вчера дополнительно к нашей работе мы также изучили фазу Луны и их влияние на человека. То есть вообще известно, что Луна оказывает влияние на нашу планету, но исследователи также считают, что она оказывает влияние на человека, который на 80% состоит из воды путем вызывания у него своих разных приливов и отливов. То есть наиболее влияние Луна оказывает на человека в момент полнолуния и новолуния. Мы сделали предположение, посмотрев на работу о Луне, поскольку скорость реакции водителя напрямую зависит от психологического состояния водителя, и Луна может на него воздействовать, и нашли существенную зависимость между фазами Луны и скоростью реакции водителя во время экстренных дорожных ситуаций. Поскольку скорость реакции водителя зависит длина остановочного пути, мы предположили, что есть зависимость между фазами Луны и количеством дорожных транспортных происшествий. Не имея возможности проводить исследования, мы нашли статистику, описывающего влияния фаз Луны на самочувствие, активность в настроении людей из исследований учениц 11 класса МПУ СОЖ номер 3 города Конакова Тверской области Матвеевой Марии. То есть, как видите, артериальное давление наиболее поднимается в полнолуния, то же самое происходит с пульсом человека и субъективной целью самочувствия, она наиболее отклоняется в тормах, в городе Кирова, в моей секции региональной коллегии. Наша тема называется «Влияние сбалансированного питания на организм человека в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время». Здоровье – бесценный дар, который преподносит нам природа. Но как часто мы растрачиваем этот дар попросту? Забывая, что потерять здоровье легко, а вот восстановить его очень трудно. Одним из составляющих здорового образа жизни является рациональное питание. Именно этот вопрос мы постараемся рассмотреть в данной работе. Следующий, пожалуйста, слайд. Весь экспериментальный материал, включенный в проект, был разработан в рамках этого проекта. План провести исследования среди обучающихся в двух городах Кирове и Челябинске. Эксперимент будет проводиться с апреля по июнь 2016 года. Также планируется провести ангетирование, анонимное ангетирование, с целью выявления сбалансированного питания среди обучающихся и их отношения к своему здоровью. Выбор методов исследования обуславливался в первую очередь задачей национальной работы. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни требует комплекса, вместе с анализом различной литературы исследовательской в том числе и медико-биологической вместе с ангетированием. В основе исследований лежит мысль о том, что здоровье человека является его приоритетной задачей. На протяжении истории люди вырабатывали различные навыки, привычки, которые повышали, способствовали их здоровому образу жизни, разрабатывали различные системы для противодействия неблагоприятным факторам. Но несмотря на это, как на протяжении истории, так и сегодня сложно найти человека, который будет полностью придерживаться здорового образа жизни, в том числе и правильно питаться. Особенно эта проблема проявляется в военное время, как например Великую Отечественную войну, когда очень трудно питаться правильно, и людям приходится прибегать к различным впечатлениям, чтобы хоть как-то восстанавливать баланс организма и брать энергию для своей жизнедеятельности. Но, однако, в современное время, несмотря на то, что есть широкий круг различных продукций и все условия для того, чтобы питаться сбалансировано, этого не происходит. В первую очередь это происходит потому, что люди халатно относятся к своему здоровью. Это также усугубляется проблемами с экологией и низким качеством пищевых продуктов. Но, тем не менее, правильно питаться необходимо. Правильное питание включает в себя, на самом деле, всего лишь три аспекта. Это соблюдение баланса энергии, то есть сколько человек потребляет энергии, столько примерно он ее должен. Продолжение следует...